Приветствую вас и понимаете, в чем дело. Действительно, когда любят, то прощают. Но ситуация особенно тем, что мужчина ощущает, что вы в себе не уверены. Мужчина чувствует, что вы ему по какой-то причине не верите, не доверяете полностью. И это, вот вы сами сказали, что вам про него наговорили что-то. И вы как бы поверили тому, что про него наговорили, вы поверили в то, что это правда. И мужчина понимает, что вы не до конца уверены в нёб. Вы, получается, не до конца уверены в себе. И в этом случае любое обстоятельство, которое покажется вам сомнительным, по сути дела приведет к конфликту. И мужчина вроде бы своим поведением вас не обманывал. По крайней мере, в вашем тексте вроде бы отсутствуют какие-то факты о том, что он вам изменял. И вы все равно ревнуете. И, понимаете, жить с ревностью, жить с ревнимым человеком, даже если любящим, очень тяжело. Потому что малейшее поведение, малейшее отклонение в деятельности, в поведении, увлечет за собой негатив. Поэтому, если говорить о мучении, то его можно понять. Можно понять, почему он так себя ведет. Он не хочет постоянно жить в страхе, что вы будете предъявлять ему претензии за каждый ваш шаг. Он не хочет жить в постоянном ожидании, что вы будете набрасываться на него и, по сути дела, оскорблять, он лежать и так далее. Мужчины понимают, что вы вряд ли изменитесь. И да, он любит вас. Да, он хочет быть с вами. Но при этом такая вот ситуация его не совсем устраивает. Она ему неприятна. В результате чего он просто-напросто старается думать уже о своем личном комфорте, о своем спокойствии, о своей гармонии. И в этой ситуации вам, если вы хотите с этим человеком быть, то нужно, наверное, пересмотреть все-таки свое отношение к нему и понять, а почему же, собственно говоря, вы ревнуете. Вот ревность – это неуверенность в себе. Когда вы, по сути дела, мнение чужих людей о нем начали переносить на него, мужчина понял, что вы поверите, а вы охотнее поверите другим людям в отношении него, чем ему самому. При этом вы немножечко здесь забываете этот факт, ну, упускаете из вид этот факт, что другие люди думают о каждом человеке по-своему, и воспринимают его через призму своих ценностей, своих приоритетов и своих взглядов. И потому для кого-то человек может быть плохим, для кого-то человек может быть там, не знаю, врагом номер один, но у этого человека всегда есть родные, любимые, близкие, для которых он самый лучший. Именно этим, ну, наверное, парадоксальным немножечко явлением можно объяснить тот факт, что у даже самых опасных и жестоких преступников есть, собственно говоря, семья и свои любимые люди, которые вы любите, таким, как он есть, для которых он хорош. И вам желательно свое мнение о мужчине строить, исходя из того, что видите вы. Потому что, по сути, то, как он ведет себя с вами, это индивидуально. То, как он ведет себя с другими людьми, это тоже индивидуально. Но это практически вместе никак не пересекается. Потому что для других и раньше он мог быть одним, а для вас и сейчас он может быть другим. Жизнь постоянно человека меняет. Жизнь постоянно человека учит. И то, что он делал раньше, может быть сейчас для него уже неприемлемо. А люди, которые вам рассказывают о нем, они ведь рассказывают не его поведение. Они рассказывают вам свою реакцию на это поведение. Свою эмоциональную окраску. Потому что по факту не бывает плохого и хорошего поведения. Не бывает добра и зла. Есть только лишь один критерий оценки этого. Нравится, не нравится, приятно, неприятно. И если человеку неприятно, он говорит, что другой поступил плохо. Но при этом критерии оценки у всех могут быть разными. И прислушиваться к мнению другого человека о том, кого вы знаете, не всегда этично и почти всегда грозит неточностями, конфликтами, непониманием и так далее. Дальше. Дальше, собственно, про корень проблем. Дело в том, что корень проблем – это все-таки ваша ревность. И ее причина – это, я уже говорил, неуверенность, ваша неуверенность в себе. Но поскольку про ревность уже было сказано, а вы здесь спрашиваете о том, как вам быть в этой ситуации, что делать, то хочется сказать вам так. Вот мужчина сейчас не настроен с вами идти на контакт. То есть он вроде бы да, вроде бы нет, он сам не знает, мечется. Вот вы его пока лучше оставьте в покое. Не трогайте его. Дайте ему время прийти в себя. Не нужно давить на человека, не нужно от него что-то требовать, не нужно как-то постоянно мелькать у него перед глазами. Дайте ему время успокоиться. Дайте ему время пережить это. Ведь если он осознал, что вы его родной человек после того, как вы расстались и не общались какое-то время, то чувства его к вам сильны. И они просто так не угаснут. Но если вы сейчас будете настаивать, навязываться, может начаться обратная реакция, и мужчина будет относиться к вам в большей степени негативно. Чтобы этого не произошло, лучше оставьтесь уже. И дальше понять так. Вот к вопросу о прощении. Простить можно, безусловно, наверное, все. Все можно простить. То есть, понятно, у каждого человека есть свои какие-то принципы, да, свои пределы того, что он может простить. Это безусловно, все индивидуально, зависит от воспитания. Но в принципе простить можно все. Только лишь при некотором условии. Прощение актуально лишь тогда, когда человек уверен в том, что тот, кого он прощает, больше так не поступит. Либо поступит так еще раз в исключительных ситуациях. То есть, первый раз ошибка. Поведение, которое нужно простить, было по незнанному. По заблуждению. Так бывает. С трудом, но простить такое можно. Но человек осознает ошибку и больше так не делает. Если возникает ситуация, при которой человек повторяет такую же ошибку, то на второй раз простить то же самое гораздо сложнее. Потому что человек, который прощает, думает так. Вот уже один раз такое было. Я простил. Теперь это повторилось. Мне опять неприятно, мне опять больно, и от меня опять ждут прощения. Но получается, что человек свою ошибку не осознал, раз он повторил ее. И тот, кто прощает, думает, а стоит ли прощаться? Если вам удастся доказать, что ситуация была исключительной, второй раз то же самое простить можно. Но если вы сделаете опять это в третий раз, то вряд ли уже вас простят. Потому что не имеет смысла. Вы все равно поступите так же, как поступали до этого два раза. И вряд ли вы измените свое поведение. И поэтому, если говорить о прощении, то если вы хотите, чтобы вот акт прощения совершился, то нужно обязательно, в обязательном порядке и самой себе, и мужчине, пообещать, что вот больше вы так не сделаете, то есть то, за что вас прощают. И если вы не уверены в том, что этого больше не повторится, то значит, вы не можете рассчитывать на прощение. Потому что прощать тот, кто повторяется вновь и вновь, никто не будет. Это действует всегда в ущерб тому, кто прощает. В ущерб этому человеку. А поскольку, если кто-то понимает, что его интересы не защищаются, он будет защищать их сам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, вы что-то для себя выявите из этого ответа. Рад буду вам еще помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова